Добрый вечер! Наш внеплановый урок. Рада, что вы все нашли. Надеюсь, что не больше получаса у нас все это займет, чтобы немножечко копнуть в недельную главу, потому что у нас их две, соответственно, за один урок мы бы их разобрать не смогли. Шалом, Ирина! Заставить себя полюбить человека. Почему неоднократно Всевышний требует от нас, чтобы мы любили, не боялись, не ненавидели, как будто бы мы сами можем приказать своему сердцу. Я предполагаю, что у многих вас были такие периоды в жизни, когда вы встречались с молодым человеком, с девушкой, и не нравится он вам. Ну вот просто не ваш типаж. Неужели Тойра думает, что мы можем заставить себя полюбить каждого человека и быть главными над нашими чувствами? Ведь есть такая любовь с первого взгляда, есть такое, о, все, ненавижу человека и терпеть его не могу, вообще не тот характер. Оказывается, нет. Можно совладать со своими эмоциями. Тойра в нашей недельной главе говорит, как. Я очень хотела этим бы с вами поделиться. Итак, пара встречается. И вы знаете, что когда религиозная пара выходит в наши духи, то обычно это все не затягивает, потому что все надо, все эмоции. Привет, Ханочка! Я сегодня о тебе думала. Рада тебя видеть очень-очень. Все эмоции, все какие-то общие переживания надо уже делать совместно, кошерно, после свадьбы. А эта пара затягивала и затягивала. Они встретились один раз, второй, третий. Они встречались неделю, потом месяц, потом два и три. И вокруг уже все начали говорить, что такое, почему они не могут определиться, или вы подходите друг к другу или нет. И тут вступила мама в диалог. Она говорит, дочь, а так и так, скажи мне, как ты думаешь, твои мысли по поводу этого мальчика. И она говорит, ты знаешь, мам, меня вообще все устраивает. Замечательный мальчик, интеллектуальный, есть свой бизнес, и хочет большую семью, и все у нас вместе должно сложиться. Но что? Он не верит в будущий мир. Он не верит, что есть ады, рай, и я думаю, что... Это правда, я тоже так думаю, Виталий. И я думаю, что если человек не верит в будущий мир, то, наверное, все, что он знает про Тору, это тоже не стоит ничего. И мама смеется и говорит, милая, если это единственная проблема, тогда ты выходи за него замуж, а через год и два он обязательно поймет, что гейном существует, и он даже немножечко будет с тобой в нем жить. Любовь. Можно ли ее родить в нашем сердце? Или, выходя на шедок, мы уже сразу должны понимать, этот человек принадлежит нам или нет. Любим мы его, не любим. Нравится, не нравится. Секунду. Мы сейчас... Почему вообще эта тема актуальна? Спасибо Тори за ее актуальность. Мы сейчас находимся с вами во время карантина. Я не знаю, если здесь есть представители Беларуси, например, или Швеции, которые этого не чувствуют, но мы прям уже второй месяц сидим дома, выходим в масочках. Думаю, что для всех это актуально. Еще актуально то, что мы 24 часа в сутки находимся со своими детьми, со своим мужем. Мы предполагаем, что у каждого из нас возникают какие-то ссоры, какие-то непонимания. Может быть, или наши чувства, как недавно в какой-то статье я читала, что, скорее всего, корона повлияет на то, что будет или очень много разводов, или где-то рождение, просто будет бэби-бум, потому что люди или влюбляются, наконец-то, друг в друга, потому что не было времени, они не проводили его вместе, они не общались из-за того, что было много работы. А тут они, наконец-то, вместе и прям, вау, оказывается, ты такой классный у меня, а я не ожидала. Или, как хорошо, что ты целыми днями был на работе, ты такой зануда, ты там такой ты-ты-ты-ты-ты-ты, как я вообще с тобой живу. И начинаются ссоры на разные темы. И, конечно, наша недельная глава актуальна, потому что она нам говорит, что мы можем заставить себя полюбить человека. Мы можем заставить себя посмотреть на него другими глазами. Мы можем родить в себе те чувства, которых у нас не было до сих пор. Я бы с вами хотела поговорить, естественно, на эту тему, как полюбить людей, которых мы любить иногда даже не очень-то и хотим. Я уверена, что вы слышали, я уже много раз рассказывала про этого праведника. О, Ирина. Я тоже из Белоруссии, и моя мама там сейчас живет и рассказывает вообще о том, что вы не чувствуете, что происходит в мире. Это страшно. Будьте аккуратны, Ирина. И вы, уверенно, слышали про Рабелеви Ицхака из Бердичева. Разные чудесные истории, которые с ним случались. Но немногие из вас знают, что он на самом деле очень много в жизни страдал. Потому что в то время, когда он жил, только зарождался хасидизм, и было очень много меснагидов. Меснагиды – это люди, которые противятся хасидизму. Они говорили, как вы можете. Тору должны учить только знатные люди. Кто не будет думать о хлебе насущном, когда учат святые тексты. Как можно Тору спускать этим нищим людям, пусть работают в поле, и как они могут своими грязными руками открывать седуру. Меснагиды были очень против хасидизма. Естественно, представители хасидизма. Поэтому Раблевиц, как ни странно, то, что он был раввином очень многих, кроме Бердичева, было еще очень много маленьких городов, где он был раввином. И его это всюду гнали. И вот осталось одно место, маленькое, где местангидов не было – Речвиль. Это какой-то поселок в Польше, где он продолжал работать раввином и приближать людей. Но и там местангиды появились и начали его преследовать. В один из суккотов, когда он пошел в свою маленькую синагогу, куда приходили его хасиды, вдруг стало известно, что местангиды готовят бойню. Они хотят прийти с палками и побить Раблевицка и всех его хасидов. И сказано, что он вот прямо с этими четыре вида растениями бежал из города, и жена и дети присоединились к нему потом. Хасиды они не могли видеть страдания своего раввина, и поэтому они пошли к последнему ученику Бальшантова. Его звали Рабзейф Вольф из Житомира. Он мог делать все разные чудеса, и они к нему со слезами на глазах побежали и сказали, пожалуйста, наведи порчу на этих людей, сколько можно. Наш Раби должен светить на весь мир, разорять его, а он бегает из поселка в поселок, не зная, где пристроиться, чтобы не бояться за свою жизнь. И тогда этот человек говорит, вы знаете, я давно пытаюсь их проклясть, я давно пытаюсь помочь представителям хасидизма, пока я еще здесь, у меня есть такие силы. Но что каждый раз, когда моя молитва поднимается ко Всевышнему, я уже вижу в очереди к нему стоит молитва Раблевиц, как из Бердичева, которая просит всеми своими силами, пожалуйста, не дай Бог, чтобы из-за меня не был наказан ни один еврей, ни один еврей не пострадал. А из-за того, что его духовная связь со Всевышним выше, чем моя, моя молитва забывается и не принимается. Окей, ясно, что если про Раблевиц, как и есть такие истории, он был особенным человеком, и понятно, почему он так любил всех, и не хотел, чтобы никто добрый вечер, чтобы никто из-за него не пострадал, но у нас, ну правда, скажите, положа руку на сердце, получается ли у нас быть, даже так, не любить всех подряд, а быть хотя бы нейтральными, чтобы у нас не было никакого негатива, чтобы когда мы встречались, вот на прошлом уроке мы с вами говорили про наш Амера, чтобы у нас не было желания говорить плохие вещи про других людей, обсуждать кого-то, какие-то мысли у нас не возникали. Это невозможно. Ну и с другой стороны, опять же, вспоминая наш прошлый урок, я каждый раз это буду повторять. Мошер Абейну сказал, Это вещь Тора, она близка к тебе. Что значит близка? Это значит, что она не дана праведникам, не дана ангелам, она дана каждому из нас и из вас, и поэтому в наших силах ее соблюдать. Поэтому, как всегда, актуальный вопрос, как делать то, что мне кажется, совершенно не в наших силах? Как я могу полюбить человека, который вчера меня обидел, и улыбаться ему при встрече? Неужели это возможно? Наша недельная глава дает несколько заповедей, которые просто, мне кажется, на первый взгляд, вы говорите, ну, это уровень Равлевицка-Каизбердичева. Я прочитаю эти заповеди, но не знаю, если когда-то мой уровень дойдет до их исполнения. Первое, что написано в нашей недельной главе к душе, не ненавидь брата своего в сердце своем. Это значит, что вдруг, я не знаю, вот Ханочка звонит и говорит, «Дина, я по дороге к тебе, через 20 минут буду». Я открываю шкафчики и думаю, «А, у меня никакого пирога нету, яйца закончились, сейчас на поисках вообще нигде, яйца нельзя было достать. Чем я буду кормить мою любимую Ханочку?» Бегу я к соседке и говорю, «Послушай, может, у тебя есть какой-то тортик, арбуз, не знаю, что-то перекусить». И я вижу, что у нее на столе лежит куча сладостей. Она говорит, «Нет, нету, у меня, мне и так не хватит, я не дам». Тора говорит, «Не ненавидь ее, не думай, что она жлобиха, не надо в сердце своем желать ей зла и думать, как позвонить мужу и сказать вот это вот, я уверена». И не думать, кому бы побыстрее рассказать, как она со мной поступила. Не ненавидь брата своего в сердце своем, не то, что не говори, а вот даже не пускай эту мысль, «А, у тебя нету? Хорошо, спасибо, удачи, хорошего дня». И даже не оставить осадка на своем сердце. Дальше, что просит от нас недельная глава. Это значит, что в следующий раз, когда эта соседка придет ко мне и скажет, «Диночка, есть ли у тебя пирог какой-то?», я не должна ей сказать, «Нет у меня пирога, что это я тебе должна давать?». Это первая часть заповеди. Вторая часть, я даже не должна, когда ей даю, говорить, «Ну, я же не такая, как ты». «Вот ты мне тогда не дала, я все понимаю, я не жадная». Даже таких мужчинам, по которым нельзя говорить. Но сразу я хочу оговориться. И сказать, что есть замечательная заповедь тоже в нашей недельной главе, о которой я вообще хочу посвятить ей отдельный урок. Написано «Охех, тухеха, тамитеха». Это значит, что если ты видишь, что человек делает что-то плохое, ты обязана ему об этом сказать. Как сказать, когда сказать, это мы с вами. Обсудим. Но Тора от нас не требует, чтобы мы… Как это, ну вот некрасиво я скажу, извините. Тора не хочет, чтобы мы хавали это все, понимаете. Хранили в сердце и были такими лузерами, которых все обижают. А мы такие улыбаемся, типа «Ум, спасибо, спасибо, меня там где-то обманули, не дали, не знаю, киданули. А я такая наивная шлымазал». Нет, Тора этого не говорит. Если тебе сделали плохо, пожалуйста, скажи об этом. Но правильно, чтобы на твоем сердце не осталась осадка, что ты этого человека ненавидишь, и обязательно когда-то ему сделаешь возмездие. Вообще сложно нам об этом говорить, потому что, ну вот, недавно у нас с вами тоже был урок про проказы. И мы с вами говорили, почему проказы не появляются у нас сейчас. И дали ответ, потому что наше тело настолько низкое, настолько мы привыкли, как всей вот этой вот вокруг грязи, что мы не реагируем на такие вещи, на которые люди во время пустыни, будучи рабами и вообще низкими по своей духовной сути людьми, вот просто их тело извергало эту всю грязь. Нет, мы эту грязь всю принимаем на себя, наше тело никак не реагирует. И неужели наше поколение тоже обязано исполнять эти заповеди, когда мы уже сказали, что находимся на таком низком уровне, что нам бы лошонера с вами не говорить, а еще и про сердце свое. Помните, я вам говорила, что как я борюсь с лошонера, у меня есть список людей, у которых я никогда не скажу лошонера. Ну что, не сказать это одно, а в сердце своем думать об этом. Ммм, обидела меня коза, а я-то ей тогда дала, а она мне вот сейчас жадничает. И тут приходит недельная глава и говорит, да, даже в сердце своем об этом не думай. И я такая, ммм, неужели нам это под силу? Давайте дальше. В Торе есть очень легкий ключ к нашему сердцу, как заставить его полюбить и как заставить его выкинуть всю ненависть изнутри. И этим ключом, с Божьей помощью, я с вами сегодня хочу поделиться. Кроме того, наши мудрецы очень хотят, чтобы мы постоянно об этом задумывались. У нас есть обычай, заповедь, что перед тем, как мы идем спать, ложимся, мы обязательно должны простить всех людей. То есть мы должны вспомнить, что было хорошего за день, что было плохого. И если люди, которые нас обидели, мы обязательно должны их простить. И не важно, попросила она у меня прощение, я не попросила. Я ее в сердце должна простить и лечь спать с мыслью, что меня сегодня никто не обижал. На утро же, когда я встаю, я открываю седуру, начинаю молиться. И первое, что я там говорю, Вот я стою перед тобой, Всевышний, и беру на себя заповедь, возлюбив ближнего, как самого себя. Ну как? Ну ладно, если бы я это сказала вечером, и дала ей возможность попросить у меня прощения. Как я чистым сердцем могу сказать, что я люблю всех, когда вот у меня есть два человека, которых я просто терпеть не могу. Неужели нашему сердцу можно приказать? И как это работает, мы выучим сейчас из недельной главы. Когда мы открываем комментарии на эту недельную главу и на эти законы, которые я вам только что озвучила, Рамбан и Рамбам, которые обычно ссорятся между собой и приводят разные мнения, тут просто как один в унисон говорят, такого быть не может. Тора имела в виду что-то другое. Тора не может нам сказать, возлюби ближнего, как самого себя, не обижайся на него, не храни в сердце своем злость. Не может, потому что это не в человеческих силах. И приводят тут же нам пример из Талмуда. Да, если мы откроем Масехет Баба Мецея, там есть интересная история. Да, она в комнате ждет супчик. Так что, думаю, посреди урока прибежит. Значит так, у нас есть такая ситуация. Идут два человека по пустыне. Впереди нет ни города, ни ручья. И у них одна бутылка воды. Кто из них должен выпить? И приходит Бенктура. И говорит, как такое может быть, что кто-то решит, что его жизнь важнее. Обязательно. Оба не должны пить. Или оба должны пить понемножку половина-половина. Продержаться какой-то один-два дня. И потом оба умереть. Потому что не в человеческих силах решать, кто важнее. Кто должен остаться в мире, а кто не должен. Там же вступает в полемику раби Акива. Которую мы уже с вами говорили, что он просто любил всех евреев. И когда он что-то там сказал плохое, все мудрецы сказали. Ого, раби Акива отошел от своего хасидизма. Как это он не защищает евреев? И тут второй случай. Вообще их считан. На пальцах одной руки можно посчитать, когда раби Акива не судил в лучшую сторону еврейский народ. И раби Акива говорит, нет. Как это такое возможно? Почему это ты? Мамочка. Привет. Как я рада тебя видеть. Почему ты решаешь, что чья-то жизнь важнее? Почему ты сейчас не думаешь про свою жену, про своих детей, что они останутся сиротами? Ты должен выпить эту воду. Как такое может быть, что ты уступишь свою жизнь другому человеку? И тут мы видим про раби Акиве, что в его понимании тоже невозможно исполнять эту заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя. Потому что по этой заповеди, что? Я должна дать эту бутылку и сказать, я бы ее выпил. Но я люблю тебя, как себя. Поэтому напей, я тихонечко здесь лягу и помру. Нет, говорит раби Акива. Наша жизнь самая важная. И если у нас, как в самолете, есть возможность, там, я не знаю, самолет падает. Первое, кому надо одеть маску, это себе, а потом уже детям и всем остальным. Наша жизнь в приоритете. Наша жизнь настолько важна, что Всевышний говорит, не думай дважды. Звони, вызывай скорую в шаббат, нарушай там почти любые заповеди, только чтобы ты остался живой и невредимой. Такие столбы вообще еврейского сознания говорят мне, что эта заповедь невозможна к исполнению. И приход Всевышний говорит, одиночка родная, Тора дана для тебя и это в твоих силах. Как, если бы не раби в своей сихе, я бы вообще не поняла, что от меня здесь хотят и как это возможно реализовать на действии. Плюс, я хочу сказать, что по всей Торе раскиданы эти заповеди. Например, в главе Ваид Ханан у нас написано, возлюби, как это, люби Всевышнего в сердце своем. Нет, ну правда, кто-то из вас видел Всевышнего? Мы все видим его проявления. Причем в наших руках говорит, что это природа истечения обстоятельств, или видеть в этих всех чудесах Всевышнего. Но я никогда его не видела, я никогда его не чувствовала, и вообще, как я могу любить что-то, что я даже не могу представить, как оно выглядит. Как Всевышний может просить от меня его любить? Или следующее, например, заповедь, тоже очень странное. Кшитецель и Мельхама. Когда ты выйдешь на войну, не дай своему сердцу бояться. Ну капец. И как это исполнить? Я живу на юге, у нас тут постоянно какие-то сирены, взрываются бомбы. Бомбу-бежище, мои дети знают, как прятаться и на каком этаже у нас самое защищенное место. И тут мне Всевышний говорит, в этот момент не бойся. Я, конечно, не Всевышний ему это скажу, но если бы мне какой-то человек это сказал, я бы что ему сказала? Ну посмотрела бы я на тебя. Ни у кого не получится не бояться в такой ситуации. А приходит Тора и говорит... Спасибо, я потом ваши комментарии почитаю, чтобы не отвлекаться. Приходит Тора и говорит... Да, вышел на войну, не бойся. Соседа люби, злодея люби, всех возлюби. Вот просто не ненавидь, не мсти. Так я человек, а не ангел. Как вообще я могу исполнять эти заповеди? К душим особенная глава. Потому что это единственная глава, в которой сказано... И позвал Всевышний Моше и сказал... Созови весь еврейский народ. Что такое весь еврейский народ? Вот... Рамбов нам объясняет интересную вещь. Обычно, как люди изучали Тору? Вот у нас, слава богу, я пошла в магазин, купила себе Тору на русском языке. У вас нету Тора, вы включаете в Айкра и учите Тору. У нас есть интернет, полный уроков Тора. Мы можем учить недельные главы, кабалу даже мы можем учить, не отходя от кассы. Как это происходило тогда? Вы в пустыне, когда люди получали только заповеди, когда не было еще написанной Тора? Значит так, Моше Робейну повторял все четыре раза. Он получал от Всевышнего непосредственно заповедь. Спускался на землю и звал своего брата. Аарон, подойди. Садился и рассказывал Аарону. Значит, получил я заповедь Цицит. На всех одеждах, которые имеют четыре угла, повесь кисти Цицита, такого-то цвета, такой-то длины, столько узелков, которые будут напоминать на то-то и на то-то. Понял? Понял. Дальше. Аарон зовет двух своих сыновей. Мы с вами знаем, что два сына Надава-Авио умерли. Мы с вами говорили о причине их смерти. Осталось Алязара и Тамара. Он звал своих оставшихся двух сыновей, садил их рядом. И Моше второй раз рассказывал уже Аарону и его сыновьям. Это значит, что Аарон уже слушает второй раз, а сыновья первые. Дальше они зовут 70 старейшин, о которых вы уже слышали, я уверена, в перике по учению отцов. И Моше Рабейну рассказывает третий раз. Присутствует уже и Аарон, и сыновья, которые слышат второй раз, и старейшины, которые слышат первый раз. И потом он зовет весь еврейский народ и повторяет Тору в четвертый раз. Для чего это все было сделано? Для того, чтобы избежать того, что когда происходит какой-то вопрос, возникает, сразу бежали бы к Моше. Значит, сначала идут к 70 старейшинам, если они не знают, они обращаются к сыновьям, которые слышали это дважды. И если они не знают, к Аарону, и потом уже к Моше. Что изменилось в этой недельной главе? Вдруг Всевышний говорит, э, Моше, давай-ка сейчас сделаем по-другому. Созови-ка весь еврейский народ и им скажи это все напрямую. Не через Аарона, не через сыновей, не через старейшин. Всем скажи один раз, ну, чтобы все слышали это так, как я это сказала. И спрашивают наши мудрецы, что вдруг изменилось, чем эта глава такая особенная. Она вообще небольшая, в ней приводится из 613 заповедей всего 50, если я не ошибаюсь. Но почему-то всего, что ему было важно, чтобы каждый из нас напрямую услышал эти все заповеди. Почему? Ну, все легко. Потому что в этой недельной главе, я вам уже только что сказала, приводятся такие заповеди, которые вводят нас в... Приводят нас к мыслям, что да нет, это не о нас. Раблевиц, как из Бердичева, мог себе это позволить. Большим топ и его хасиды могли это позволить. Они настолько держали в руках свои мысли, отреклись от материального мира. Я? Где тут я? И тогда Всевышний сказал, собери весь еврейский народ. И я хочу, чтобы они услышали это напрямую. Если у вас возникнет хоть один вопрос, где тут я и как я смогу это исполнить, обязательно знайте. Вы это услышали, и я в вас верю. И я даю вам ключ к пониманию этих заповедей. Что вообще еврейский народ должен был услышать? С чего начинается наша заповедь? Написано, вы к душим тею. Будьте святыми вы, потому что святой я. И нету ни одного комментатора, который бы не затронул этот вопрос. Когда я думала, чьи слова вам привести в этом уроке, я поняла, что, Боже, на него можно целый курс на 100 уроков посвятить только этой теме. Но выбрала, естественно, самое, мне кажется... Нет, оно не актуальное, все актуальное. То, что мне откликнулось. Поэтому, надеюсь, и вам откликнется. К душим с Эвритом можно перевести как отделенный. Человек, который от чего-то отделен. Рамбам объясняет. Всевышний просит от нас, чтобы мы жили в кайф. И я постоянно вам об этом говорю, но мне очень важно, чтобы вы меня правильно поняли. Потому что, вот мамочка сейчас пришла, мамочка не даст соврать. У нас по Торе есть такие заповеди, посредством которых мы можем быть грешниками. Например, первая заповедь, которую мы получили, это прорву. Плодитесь и размножайтесь. Это значит, что когда мы с мужем находимся наедине дома, в принципе, почти законы никакие не действуют. Я могу, в Талмуде написано, нет для мужа, для мужчины радости больше, чем в мясе и в вине, а для женщины в новых шмотках и украшениях. Это значит, что по Торе мой муж может каждый день кушать стейки, пить дорогое красное вино. Я могу заказывать себе хоть каждый день дольче габаны и кайфовать от этой жизни. Моя мама, вот долгих лет всей жизни, мамочка, негодовала и не могла понять, как Кока-Кола может быть кошерной. Нет, ну как, ну кошерная, это же что-то, что можно к употреблению. Разрешенное, это значит, оно должно быть каким-то полезным. Как Кока-Кола может быть кошерной. Так вот, на самом деле, можно жить по Торе и быть очень низменным человеком. Можно кушать целыми днями, можно пить целыми днями, можно погрязнуть в новых шмотках и в статьях, что сейчас модно, что не модно. Можно, да все что угодно можно по Торе. Можно кушать все, что вы хотите и оставаться при этом низменным человеком и не подниматься никуда. А Рамбам объясняет, что когда мы говорим к душим Тию, это значит, что кайфуйте от жизни. Делайте все, не отделяйтесь. Вы должны жениться, у вас должны быть дети, вы должны кайфовать от жизни, у вас должны быть красивые дома, украшения заповедей. Если Мезуза, так, я не знаю, Давида Ройтмана, если Кипа, так кожаная, там кайфуйте, ну что? Отделяйтесь. Сделайте для себя какой-то знак, который выйдет быть скромным 100%, но есть вещи, которых скромным быть не надо. Скромным быть не надо. Например, вот у меня серебряные подсвечники на шаббат. Если бы я была скромной, я бы поставила себе на деревяшку какую-то обычные таблеточки, свечки и сказала бы, я скромная. Нет. Я хочу, чтобы муж дарил цветы на шаббат, чтобы у нас на шаббат была красивая посуда, чтобы у нас на празднике было вкусное мясо. Не знаю, тут... Вы понимаете, что вот эта грань быть скромным? И в общем, я думаю, что вы меня понимаете. Тут не везде надо быть скромным, как просят от нас Всевышние. Тут важно знать грань и уметь отделиться, потому что слово «святой кадоши» имеет в виду отделение. Секунду. Всевышний от нас требует очень сложную вещь. Он говорит, сидите одним тухисом на двух стульях. Это значит, с одной стороны... Хвастаться нехорошо. А эти посвечники у меня достались еще от... В общем, с одной стороны, вы должны кайфовать от жизни, с другой стороны, вы должны быть святыми. Очень легко сказать, я пойду жить в Мэша-Арим, в какой-нибудь датишный район, я посвящу себя Торе, я не буду выходить из дома учения. Все как бы у меня будет свято-свято-свято. А Всевышний скажет в конце, это не то, что я хотел. Ты наслаждался этой жизнью? Ты выезжал на море смотреть на мои творения? А был ли ты в горах дышать этим кристально чистым воздухом, который я создал для тебя? Что ты видел в своем доме учения? Надо разделять и соединять. И кайфовать от жизни, и быть святым. И Тора нам приводит... Не Тора, Рамбам приводит... Нет, извините. Раби, по-моему, если я не ошибаюсь, приводит две истории для того, чтобы нам легче было понять, что тут имеется в виду. Первая история. Раби Майораж, четвертый любопиский райб, у которого день рождения было вчера. И к нему когда-то пришел хасид, один из самых богатых его хасидов. И он пришел к нему на встречу, получить благословение на дела, и он был уверен, что Раби у него попросит сдаку на синагогу. Раби на него смотрит так пронзительно и говорит, скажи мне, пожалуйста, а как ты благодаришь Всевышнего за все, что у тебя есть? И он говорит, ну как, даже во всем этом своем балагане и нервах, связанных с бизнесом, с потерями, я все равно три раза в день нахожу время на молитву Всевышнему Шахрет Минхаймари. И тогда на него посмотрел Раби, и говорит, и это все? Хасид ушел. И очень долго думал. На самом деле он целый день вовлечен в бизнес. Он уже не помнит, когда он открывал книгу, когда он кайфовал от изучения Тора, никуда не спеша, когда он вдумывался в слова, которые он молится, говорит Всевышнему. Он попросил еще об одной встрече, пришел к Раби Майорашу и сказал, ты знаешь, Раби, вы знаете, Раби, вы правы, я хочу продать весь свой бизнес, отдать деньги синагоге и посвятить себя Торе. Что вы думаете, ответил Раби Майораш? Как тебе такая глупая идея могла прийти в голову? Если тебе Всевышний дает зарабатывать такие большие деньги, если у тебя есть в этом благословение, это значит, что Всевышний хочет, чтобы ты этим занимался. Поэтому ты должен научиться соединять свой бизнес с более глубоким изучением Тора, потому что кроме финансовых махинаций в голове, у тебя должны быть еще и махинации, как и больше, я не знаю, сделать заповеди, помочь своей жене на кухне или воспитать детей в духе Тора. И второй пример, который Раби приводит, вы все знаете, что у нас был такой вот один из двенадцати сыновей Якова, Йосеф, который был продан в рабство и оказался вторым человеком в Египте после фараона. То есть на нем было все, ключи от всех дверей были перед ним. И когда братья к нему пришли, написано, что попросил Йосеф подать за свой стол еду. И мудрецы, конечно же, обращают на это внимание и начинают комментировать, что значит за свой стол. А, сказали они, Йосеф кушал у нас баранину на обед. А так как, мы с вами уже говорили в Песах, что баранина была идолом для египтян, египтяне не могли сидеть с ним за одним столом и смотреть, как он поедает их идола. Поэтому он всегда кушал особнячком. То есть наши комментари, комментаторы, в принципе, сделали из него изгоя, изгоя, с которым никто не хотел кушать. Но пришел Рабий со свойственной ему вообще любовью ко всем евреям и возможности находить хорошее даже в том, от чего нам хочется плакать. Сказал, нет, вы все не так понимаете. Он сидел от них отдельно, потому что это было его проявление заповеди «Святы будьте». Он сказал, я хожу в такой одежде, как и вы, я говорю с вами на одном языке, я строю вам бизнес, я строю вам страну, я веду все дела так, как положено, но что? Обеденное время, вот эти вот полчаса, я отделюсь от вас. Я хочу, чтобы вы никто не забывал, что я еврей, я другой, я другое кушаю, я по-другому думаю, я по-другому себя веду в обществе. Он таким способом отделялся от остальных. То же самое, в принципе, Рави объясняет, что хотят от нас. Бизнес вести можно, но тогда, когда вы закончили свою деловую встречу, все остаются в ресторане, и приносят какую-то еду, лыхаем, и уже начинают говорить о семье, о детях, о отношениях, вот там встаньте и скажите, спасибо, мне было с вами очень приятно, я пойду. Когда начинают говорить лошонарай и обсуждать каких-то людей на работе, я не знаю, там на перекуре, на перемене, отойдите и скажите, извините, я в этом не участвую. Всегда по человеку должно быть видно, что он еврей, что он другой, что он особенный, что он чем-то отличается. И, окей, секунду. И сейчас немножко потеряла смысл. Но, с другой стороны, нам ни в коем случае, как я уже говорила, нельзя молчать, нельзя глотать, когда нас обижают, нельзя, нельзя, в общем, злиться в своем сердце, и, ну, куда, куда эта обида пройдет? Никуда, ее надо как-то выговорить. И поэтому наша именно недельная глава, которая так много говорит о работе сердца, что надо любить, уважать, не злиться, приводит в этой же недельной главе заповедь, о которой мы уже с вами упоминали. Но обязательно, если тебе есть что сказать, скажи. Просто в правильное время, в правильное место, не с криками, не на эмоциях, но ты не можешь держать это внутри, потому что такая природа человека, что когда-то он взорвется и выплеснет все, что когда-то в нем глубоко сидело. И от кого мы это учим? Мочим это в рамовину. Мы знаем, что у них с Сарой долго не было детей. И Сара привела в дом другую женщину, чтобы хотя бы от нее у Абрама появился сын. Она привела Агаре. И правда, у Агар родился Ишмаэль, про отец Робесов. И этот Ишмаэль, он был очень невоспитанным ребенком, он делал много проблем, он дрался, он ненавидел всех вокруг, он издевался над животными. А Абрам настолько не верил, что у него в таком пожилом возрасте родился сын, он так его залюбливал, что он обо всем молчал. Все нормально, он перерастет, скоро это пройдет, это плохое общество, а не он. Это я ему мало времени уделяю, а не он такой плохой. Он молчал, 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 и в конце что, мы все знаем, чем это закончилось. Он должен был выгнать Ишмаэля из дома, потому что он его так запустил, что уже назад дороги не было. Поэтому, если нам дети, не знаю, делают что-то, что нам неприятно, не надо говорить, что от меня требуют, чтобы я молчала, это все глотала. Нет. Но если кто-то из них, я не знаю, разлил суп на пол, разбил чашку, я не должна орать, о, вечно ты это делаешь. Помочь убрать, сесть на диван, и спокойно сказать, давай поговорим. Если муж делает какие-то, я не знаю, дела, не знаю, пьяный приходит, Раби говорит, то, что тебе надо, обязательно ему об этом сказать. Но только что, не сейчас. Никогда он пьяный, никогда ты нервная. Оставьте, остыньте, отдохните, но обязательно выскажитесь, потому что без слов нельзя построить семейные отношения и вообще в обществе наши отношения в целом. Рамбам и Рамбанны, мы с вами говорили, что не признает этого, не то, что не признает этого закона, они тоже не могут понять, как бы майсы на деле можно эти законы исполнить. Поэтому они продолжают находить какие-то объяснения, что Всевышний имел в виду. И они говорят, Тора от нас желает просто человеческого отношения к каждому. Так же, как мы не хотим, чтобы на нас орали и судили нас за каждый промах, так же и мы должны по-человечески относиться к другому человеку. Я была в шоке, когда читала этот урок, когда его изучала, потому что это буквально то, что мы на днях говорили с подружкой. Нам легко любить другого человека. Я не знаю, надеюсь, что не у каждого из вас такое. У меня, да, я с этим сталкивалась и вот прям обсуждала и удивилась, что это написано в нашей недельной главе. Мне легко любить другого человека, когда у него есть меньше, чем у меня. Ну, то есть, когда нету места зависти. Сложно, конечно, об этом говорить. Ну, то есть, я говорю, я этого человека люблю, конечно, но пусть у него будет на немножко меньше, чем у меня. То есть, как только у него начинает получаться то, что у меня не получается, рожаться то, что у меня не рожается, я не знаю, худеть то, что у меня не худеется, у меня тут же начинается в мыслях, а почему он смог, а я не смогла, а почему ему дали, а мне не дали, а чем это лучше он, чем я. Есть такое замечательное слово в иврите, и поверьте мне, что его нету. Кстати, это даже слово не на иврите, Я вам сейчас объясню, это слово на идише. Его нету не в иврите, его нету на русском, и я думаю, что его нету на английском. Это слово звучит «леферген». Кто-то знает, что это значит? Так как этого слова не существует в наших языках, я вам постараюсь объяснить. «Леферген» — это когда человек тебе чем-то хвастается, а ты улыбаешься и говоришь «Вау, как тебе повезло!» Это возможность радоваться за другого человека, поддерживать его, когда ему хорошо. Вот вы понимаете, что в русском, вы говорите, нет таких слов, потому что мы не такие, потому что нам сложно, когда у нас все есть. Я, конечно, люблю вот этих вот всех, которые ниже меня. Я же как бы... А когда я на низу, они все наверху, как их можно любить? Я стараюсь и делаю, а они сидят, ничего не делают, у них получается. И Рамба, и Раша говорят, вот это вот секрет, который говорит нам Тура, это то, что она требует. Не люби людей, а желаем хорошего всегда, даже потому что мы должны понять, от того, что у нее будет 10 детей, не значит, что Всевышний мне даст меньше. Это не значит, что в мире есть тысяча душ, и они вот так вот раздаются, а я стою в очереди, боюсь, что мне их хватит. Нет такого. То, что у другого человека есть много всего, богатства, я не знаю, детей, шломбайт, все что угодно, это не значит, что у меня будет меньше. Рамбан и Рамбан говорят, возлюби ближнего, как самого себя, значит, что успокойся, начни кайфовать от своей жизни, перестань смотреть, что есть у другого. Скажи спасибо за то, что у меня есть, и все, что надо, я обязательно получу без связи со всеми остальными людьми, которые меня окружают, и у которых, на первый взгляд, есть чего-то больше. Поверьте мне, если вы заглянете во все эти семьи глубже, вы поймете, что в них есть такое, что он кажется, боже, пусть у меня лучше не будет этого и этого, но Всевышний меня убережет от всего того, что есть у них. Вот сколько в моей жизни такого было, и я каждый раз понимаю, что благословения всегда приходят с испытаниями. Дальше. У Раби Майораша, о котором мы уже говорили, день рождения которого был вчера, было два сына. Старший и младший, соответственно. Ну, а так получилось, что старший брат был намного ниже младшего. Младшего. Сейчас. Фергенен, правильно, фергенен, наибрите лиферген. Но это один и тот же корень, то есть вы, видите, даже не придумали нового слова, потому что, ну, не умеют люди в Израиле лиферген. И вообще, в целом, не умеют. Спасибо большое. Радоваться за успех и достижение другого человека. Но, Эдуард, когда вы выучите иврит, вы поймете, что слово лифергенен, оно более глубокое. Что даже когда вам на душе плохо, вы все равно улыбаетесь искренне. Говорите человеку, как вы за него рады. Так вот, эти два сына. Старший очень переживал, что он ниже, потому что он начинал комплексовать. И младший был такой лапочка, что он решил как-то помочь старшему справиться со своей депрессией. И он пришел в сад, выкопал яму и встал в эту яму внутрь, так, чтобы они сравнялись и их рост был одинаковый. На что праведная жена Раби Майораш и Раби Ценрифка пришла и сказала, «Дети, вы не так делаете. Ты не должен был копать яму ни себе, ни другому. Ты должен был поставить табуретку, поставить камень и возвысить своего брата. Потому что первое, что нам хочется сделать, это унизить другого на нашем фоне, на других фонах. Сказать, да ладно, фигня это все, что у него есть. Я не буду завидовать, а у самих-то нет. Хватит завидовать, хватит закапывать других. Их надо поднимать с себя и понимать, что все в наших руках. Сейчас. И опять же, Тора говорит, если я дал вам этот закон, то значит он легкий к исполнению. И в этой недельной главе мы тоже видим ключ к тому, как это правильно делать. Но я немножко хочу отвлечься и рассказать вам малюсенькую хасидскую историю, которая немножко продвинет нас в понимании Торы. Был такой комментатор Раби Хия. Он очень много комментариев в Талмуде приводит. Очень такой умный человек. Но несмотря на то, что он был умный, говорят, что, наверное, его ум пришел от того, что он целыми днями был в Доме учения. Почему он там был? Потому что у него была такая жена. Вот как мы с вами начали урок. Когда ты выйдешь за него замуж, он через год поверит, что ад существует. Вот его жена вся круга слышала, как они ссорятся. Днем и ночью летит посуда, крики. Поэтому, наверное, он сидел днями и ночами, учился и добился таких высот. Так вот, один раз идут ученики с Раби Хией домой. Он проходит мимо магазина с подарками и говорит, О, подождите, это то, о чем мечтала моя жена. Заходит, покупает ей какой-то серебряный сосуд. Ты не просто покупает, а просит еще, чтобы ее упаковали красиво, чтобы она кайфанула от вот этой мысли, а что же там интересно. Вот это разворачивание бумаги, как ребенок. Он принес домой, подарил жене, и когда они шли назад на молитву, ученики молчали. И он понял, что это молчание значит. Они у него вот так вот спрашивали, Раби Хия, чем она заслужила? Да она же просто, ну, развестись с ней мало. Ее посадить надо куда-нибудь, я не знаю, закопать, метлу дать, чтобы она улетела. А вы ей еще и подарки покупаете. И Рабкия сказал, я знаю, что она делает много зла, но есть две вещи, за которые я ей очень благодарен. Она воспитывает моих детей и уберегает меня от греха. Эта история приводится в Талмуде. И она учит нас, что в каждой вещи, с которой мы сталкиваемся в жизни, обязательно есть две стороны. Сторона, где все плохо, и какая-то сторона, которая обязательно оттянет все зло, которое нам кажется на первый взгляд. Секунду. И Раби говорит интересную вещь. Любовь на самом деле зависит от нас. Даже в ссоре с другим человеком мы должны помнить то хорошее, что он нам сделал. Как часто в ссоре бывает такое, что мы забываем все, что было до этого. Все подарки, все цветы, все хорошие слова, все романтические моменты. И начинаем вспоминать только плохое. И мы с вами уже говорили на прошлом уроке, что силу слова, помните этот урок, что когда мы начинаем говорить плохие вещи, они нас наполняют, мы начинаем в них верить. Они становятся частью нас, и мы загораемся всем этим злом, которое мы копили все это время. То же самое с любовью. Раби говорит ключ к возлюби ближнего, возлюби всевышнего. Не бойся, когда выходишь на молитву, он очень простой. Ключ он в слове. И этот урок идет как продолжение нашему прошлому уроку. Как только мы с вами начинаем говорить хорошие вещи, мы обязательно начинаем ими наполняться. Когда мы перед сном говорим, я прощаю человека, который меня обидел, это не значит, что я шлымазал, который прощает, и об меня можно вытирать ноги. Это значит, что я понимаю силу слова, и я понимаю, что если я десять раз скажу, я прощаю, он хороший, я вспомню, что он мне делал хорошего, я обязательно наполнюсь любовью к этому человеку. Когда я с самого утра в молитве говорю, я принимаю на себя любить людей. Тогда, когда к нам приходит соседка, я уже это проговорила, я этим наполнилась, у меня нет причины злиться на нее. Да, я ее люблю. Я только что приняла на себя эту заповедь. Секунду. Например, вот греческие мифология, да, что она нам говорит про любовь? Что есть такой милашка-купидон, который только если стрельнет, и попадет тебя в сердце своей стрелочкой, тогда ты почувствуешь любовь. Он нас только говорит, нет, не надо никакого купидона, не надо никаких стрелочек. Любовь находится в наших руках. Если вы, каждый из вас, будете говорить чаще своим детям, какой ты замечательный, или мужу, или родителям, или друзьям, какой ты замечательный друг, какая ты замечательная мама, сколько ты, любимый муж, для меня всего делаешь, как вы убрали комнату, дети, я даже не ожидала. Вот я сейчас скажу, вы сами поверите в то, что вы их любите. Подумайте сейчас на карантине, что чаще всего происходит. Сидят дети, играют себе спокойненько, вы начинаете поготовить, убрать, погладить, в фейсбук заглянуть, что-то там сделать. Как только они начинают драться, тогда мы вырываемся в комнату и начинаем, все, хватит, разойдите, сколько можно, поделите игрушки, не можете. Кто из вас в последнее время заходил в комнату к детям, когда они тихо играют? Кто из вас хвалил детей? Кто из вас говорил, какие они замечательные, они выделял только плохое? То есть то, что вы тихо сидите, это нормально. А вот когда плохо, тогда я вмешаюсь и скажу вам, какая я здесь важная и как я за вас сейчас все решу. Слова, они рождают в нас любовь. И чем больше, ну вот мой муж часто говорит, я там напрашиваюсь на какой-то комплимент, а мой еще говорит, Адина, я тебе в день свадьбы сказал, что я тебя люблю, если что-то изменится, я обязательно сообщу. Так вот, я очень хочу с ним поучить этот ирок и сказать, что слова, они важны. Даже если вы их не чувствуете, это не значит, что вы двуличный человек. Это значит, что вы работаете над собой для того, чтобы эти эмоции у вас внутри появились. Окей, то есть то, что мы с вами сказали. говорить про отношения обязательно. Но как? Охеях, тухеях, это метеха. Обязательно сделать это после того, как человек остынет. Была одна женщина, которая пришла к Рабе и начала на него очень грозно ругаться. Просто иногда в голову не приходит, что нацена до 100%. Пришла, в общем, женщина к Рабе и говорит, ай, сейчас позову. И говорит, Рабе, вот вы делаете фарбрэнгены, и на них мужики напиваются. Муж приходит домой пьяный, а я не знаю, как реагировать. Он мне слово, я ему два тапки летят, тарелки летят, ссоры сплошные. Рабе говорит, у меня есть для тебя вариант. Пожалуйста, помолчи 30 минут, а потом говори ему, что хочешь. Ну, пришел опять муж пьяный, она смотрит на часы, сейчас время пройдет, я ему такое дам, я ему такое скажу, он свои кости не соберет. Проходит 20 минут, муж видит, что сцены нет, драм нет, и идет спать, встает, трезвый, как дела, все нормально, уже и ссориться не хочется. И так этот шломбай, в общем, сохранился. Так, так приводит Рабе. А потом вообще этот муж бросил пить. Дай Бог каждому. Дальше. Как Всевышний просит, чтобы мы его любили. Всевышний не требует от нас любви. Всевышний говорит, вспоминайте обо мне, говорите со мной, благодарите меня. Почему нам заповедуют молиться? Женщинам легче, а вот мужчинам говорят, три раза в день обязательно начни молиться. Зачем? А если я не чувствую сейчас, что я хочу? Так вот, слова перед чувствами. Ты не жди, пока ты почувствуешь, сказать, что ты любишь своих родителей, своего мужа, собаку, детей, собаку. Скажи. И только посредством этих слов чувства у тебя обязательно возникнут. Поэтому так важно молиться, потому что это зарождает в нас любовь. Поэтому так важно говорить о любви к человеку, потому что мы сами начинаем в это верить. И последняя история, которую я бы вам хотела рассказать, как раз у нас уже с вами время, вот три минуты. Богатый отец составляет завещание своему единственному сыну огромные какие-то деньги и говорит, пожалуйста, только у меня к тебе. Иногда важно даже не то сказать, а как сказать. Да. Просто я уверена, что когда мы злые, у нас не работает мозг на то, чтобы правильно сформулировать слово, а нам хочется выкинуть вот эту вот ненависть, как мэтшера, помните, которая на коже появлялась, то же самое. И мы хотим от этого побыстрее избавиться и сказать человеку, как он неправ. Поэтому, да, важно сказать это все в свое время. Очень хочу провести вам следующий урок про то, как правильно делать замечания. Этого мучаемся от Эрона. Но вернемся к нашей Майсе. И этот папа говорит, только, пожалуйста, я у тебя прошу одну вещь. Никогда не действуй сгоряча. Если ты злишься, переспи с этой злостью ночи, только на следующий день действуй. Ну, такое легкое задание. Вообще, конечно, папочка, я не из тех, кто злюсь. Папа не встал, а этот мальчик не... Сейчас, кто там? Секунду. Извините. Кто там? Этот мальчик потерял весь свой бизнес, и ему пришлось ехать на заработки. И мы знаем, что в те времена заработки, это надо было ехать на год, на два, на три. И вот он отработал, возвращается с большими деньгами, купил жене какую-то брошку, купил себе... Ненавижу это слово. Раритетный... Раритетное ружье. И возвращается домой. Тут он подходит к двери и слышит, что его жена общается с каким-то молодым человеком. Мужской голос. Этот мужской голос говорит, да ладно, уехал, как можно так долго ждать? Он подумал, это я работала, тебе думал, тебе украшения покупала, ты здесь чужим мужчиной находишься. И он уже был готов высунуть свое это ружье и расстрелять обоих. Но он вспомнил, что это первая возможность, первый раз, когда он может исполнить слова своего папы. Он лег на лавочку и переждал ночь. Конечно же, он не спал, он злился, он ожидал, как он будет сидеть в тюрьме. Сейчас он обязательно должен отомстить своей жене за такую бреда, за такую... В общем, вы поняли. И тут наутро он стучит в дверь, весь такой злой. И жена улыбается, кидается на шею. И правда, видно, что она его очень ждала. И он уже немножко растаял и говорит, послушай, вчера у тебя был мужчина. И он говорил обо мне. Кто это был? И эта жена начинает смеяться и говорит, ты что, любимый муж, когда ты уезжал от нас, три года назад, твоему сыну было 16 лет. извините, пожалуйста, я... ну, в общем, лучше больше испугаться, чем не испугаться. Вообще, это были не бомбы, слава богу, я совсем забыла, что сегодня день памяти солдат, падших за освобождение Израиля. И, в общем, да, просто когда живешь в Йомазикарон, конечно, Йомазикарон, сегодня день памяти, и я забыла, когда живешь на юге, то любая такая сирена вызывает страшные эмоции. Извините, пожалуйста, все в порядке. Это была сирена, а не Азака. Но, я просто хотела выйти и сказать, что все хорошо с Божьей помощью, я забыла. Забыла и зря напугалась так. Да, и завтра еще одна будет в 11. Ладно, мне неудобно, но я понимаю, что любой с перепугу так бы поступил. В общем, мы с вами говорили о том, что очень важно говорить человеку, что копится в вашем сердце, но только спокойно. Потому что, если мы хотим о том, что если мы хотим полюбить кого-то, то мы обязательно должны об этом с днем памяти, мы должны обязательно об этом говорить. И все в наших руках. Всевышний никогда не требует от нас того, что мы не можем сделать. И такие, на первый взгляд, сложные законы в конце оказались настолько просты. И домашнее задание, как обычно. Да, я не забыла про день памяти. Мы с детьми даже делали поделки про этот день и говорили много. Я забыла, что это сопутствуется еще и сиреной. Мы год в Израиле, я даже не помню, если в прошлом году я. В общем, просто бывает. Бывает все хорошо. Да. Сейчас не надо было молчать в эту сирену или надо было? Все. Хочу с вами попрощаться до следующего урока. Сказать, что все в наших руках. Домашнее задание. Позвоните своим близким или близким и скажите, как вы их любите. И обязательно эта любовь появится, даже если сейчас у вас есть какие-то негативные чувства. Желаю вам спокойного вечера. С днем памяти пусть все наши все люди, которые пали, защищая нашу страну находятся сейчас в Ганнеде. И больше никому не придется отдавать за нее жизнь, а только жить в ней и радоваться и наслаждаться, соблюдать Тору. Все. Спокойного вечера. Эстер, все, я с тобой. тмень,